Вся неделя прошла, я бы сказал, под тяжелым впечатлением от поездки Путина в Северную Корею. Мы такого, конечно, я не знаю, великолепия тоталитарно-коммунистического. Мне кажется, что мы никогда этого не видели, потому что даже когда советские или российские руководители посещали Северную Корею, Путин, по-моему, был там около 20 лет назад в гостях у отца Ким Чен Ира, это было как бы на периферии нашего сознания. Это был некий ритуал, никого не интересовало, что там происходит в Пхеньяне, какие там пляски на стадионах, какие портреты Путина или его предшественников вывешиваются в пхеньянском городском пространстве, и что говорят лидеры. Понимаете, это ведь был некий, так сказать, ампендикс цивилизационного развития даже для Советского Союза и России. Когда Ким Чен Ир перед этим своим визитом во Владивосток ранее, или перед ним Ким Чен Ир, или перед ним Ким Ир Сен приезжали в Россию на бронепоезде, это скорее было темой для анекдотов, чем реальным внешнеполитическим событием. Вы тоже это хорошо помните. И вообще, на самом деле, в этом социалистическом лагере Корейская Народно-демократическая Республика всегда выглядела неким таким примером совершенно безоглядного, раздутого даже по советским меркам культа. Хорошо, мне кажется, известно каждому, кто помнит ситуацию в социалистическом лагере, помнит, как воспринимались эти два журнала на русском языке, Кореи, Корея Сегодня, которые тогда были в каждом советском киоске, но в основном воспринимались как некие сборники лагерейских ситуаций. Такие, знаете, не фотографии, а картины. Да, в журнале Корея. Журнал Корея Сегодня был на такой плохой бумаге и был идеологическим. Нет, нет, нет. Вот именно вот в хорошем качестве, который издавался, там были очаровательные такие, знаете, в примитивном, нарочито примитивном жанре картины, как товарищ Ким Ир Сен лично на месте, где-нибудь там на заводе, на фабрике или в сельскохозяйственной коммуне чем-то руководит, там сборкой нового автомобиля или посадкой риса. Но было видно, что великий вождь и учитель при деле... Я читал многотомные мемуары Ким Ир Сена, должен сказать, и тоже был поражен тому, даже по тем временам, да, они ведь переводились на русский язык, что он составлял эту книгу как некий такой, так сказать, вариант Библии, такого жития богов. И по большому счету надо сказать, что именно такую систему они же там выстроили, они же превратили себя в неких живых божеств в системе власти. Это тоже довольно странная была вещь даже для социалистического лагеря. Даже диктаторы с максималистским культом личности, такие как Иосиф Сталин или Энвер Ходжи или Мао Цзэдун, никогда не позволяли себе ничего схожего с действиями Ким Ир Сена и его потомка. Но опять-таки это все было... Ну, простите, знаете, какая разница у меня есть существенная между Ким Ир Сеном и его внуком. И это одновременно разница между Путиным и Сталином. Какой бы Сталин ни был, он, в общем, вел аскетический образ жизни в некотором смысле, да. И аскетом, мне кажется, был и Ким Ир Сен. А вот Путин и Ким Чен Ын, они гедонисты. Да, у меня всякого сомнения. Но есть еще одна разница. Они вполне свершены благом современной цивилизации. Они знают, что есть хорошего в современной цивилизации. Они любят роскошь. Они знают западный образ жизни. Конечно, Ким Ир Сен был капитаном советской армии, а Ким Чен Ын учился в Швейцарии. Это большая разница. О, да. Это правда. Между Кобаром и Ким Ир Сеном дистанция огромного размера. Но я должен сказать, что есть еще одна важная разница между Сталином и Ким Ир Сеном с одной стороны и Путиным и Ким Чен Ыном с другой. И Сталин и Ким Ир Сен при всем их, так сказать, кошмаре были крупными политическими деятелями, которые боролись за власть. Если опустить подробности политической биографии Сталина, то надо вспомнить, что Ким Ир Сен стал главой страны не просто так. Он боролся с несколькими группировками, которые также претендовали на высшее руководство страной и ориентировали, в свою очередь, на поддержку Москвы и Пекина. Он боролся с людьми, которые создали Коммунистическую партию Корею задолго до того, как его десантировали в Пхенья. Он пытался лавировать между Советским Союзом и Китаем вполне успешно. Он пытался выстраивать, так сказать, какую-то роль Корейской на дороге Демократической Республики в системе международных отношений, которые сложились по окончании Корейской войны, и, кстати, в результате окончания Корейской войны, пытаясь, так сказать, сохранить суверенитет и вместе с тем позволить себе сформировать режим неограниченной личной власти. Это же все он делал собственными руками. А Ким Чен и наследник всей этой истории. Кстати говоря, как и Путин, наследник всех моделей, которые созданы Сталином. По большому счету он ведь ничего не придумывает. Все его идеологические тезисы, все его инструменты влияния, даже его военно-промышленный комплекс. Все это не он. Все это Сталин и те, кто работали со Сталином. Поэтому это вот такие, я бы сказал, ремейки кошмара, которые встретились между собой в Пхеньяне. Но, конечно, это можно так анализировать. Но, с другой стороны, когда ты понимаешь, что Путин получит от Ким Чен и на огромное количество снарядов, которые будет стараться использовать в российском и украинском, то это не так. И поэтому он, наверное, проявляет... У вас что-то с микрофоном. Что-то с микрофоном, да? Что-то с микрофоном. И такие щелчки идут, простите. А сейчас? Сейчас вроде все нормально. Угу. Сейчас вроде все нормально. Просто такое ощущение, что вы рубашкой зацепляли... Да-да-да, я уже понял, да. В крайнем случае... Вы знаете, вы заговорили о вот той Корее и том Советском Союзе, который был в сталинские времена. Ну, там, конечно, и сценарий войны-то был совершенно захватывающий. Вы же помните, там на каком-то этапе практически весь корейский полуостров оказался под властью Кима, и южане были просто-напросто отброшены, чуть ли не сброшены в море, а на каком-то этапе было ровно наоборот. Но в итоге все равновесие установилось по 38-й параллели. Я думаю, что для Сталина вообще эта война была подготовкой к реальному столкновению между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Я как раз уверен, что в последние годы жизни Сталин искал возможности такого прямого столкновения даже вплоть до применения ядерного оружия. Сейчас, когда рассекречено большое количество архивов, мы уже знаем о этих всех планах, знаем о этой знаменитой истории, когда даже дипломаты из посольства Соединенных Штатов собирались обвинить в организации покушения на Сталина с помощью какого-то обстрела Кремля, что могло стать поводом для применения ядерного оружия Советским Союзом. Ну то есть у Сталина были самые разные фантасмагорические планы. Мы абсолютно не знаем, как развивалась бы политическая ситуация, если бы он остался жив. Но то, что Корейская война была важным инструментом для реализации всех его задумок, и то, что фактически эти задумки были остановлены наследниками Сталина, которые просто боялись такого огромного столкновения в эпоху ядерного оружия, это факт. А сейчас ведь Путин, по большому счету, пытается спустить с цепи всех этих монстров. Вот у меня по этому визиту в Кеньян сложилось ощущение, что, во-первых, он хочет эскалации ситуации на украинском направлении, поэтому пытается какие-то новые факты найти для того, чтобы обвинять Запад в стремлении прийти к стратегическому поражению России, когда он говорит, что мы должны идти до конца после визита в Северную Корею и так далее. А с другой стороны, он явно провоцирует войну на самом корейском полуострове, потому что его угрозы в адрес Южной Кореи – это не случайность. Я вообще считаю, что все эти события складываются в некую цепочку. Мне кажется, очень опасно. Первое – это встреча Путина и Ким Чен Ина во Владивостоке и на космодроме Восточный, после чего было предпринято решение о поставке оружия России. И второе, не менее важное, как мне кажется, обстоятельство – это то, что Ким Чен Ин отказался от идеи так называемого мирного воссоединения Родины. Это было главной идеологема северокорейского режима практически с момента поражения Ким Ир Сена в Корейской войне. Именно поэтому, по большому счету, все действия внешнеполитической КНДР всегда были направлены на идею этого воссоединения. Именно поэтому Пхеньян всегда поддерживал оппозицию в Южной Корее, того же РОДУ, когда РОДУ был главным оппозиционером по отношению к режиму генерала Пак Чен Хи и его наследников. И вот эта вот идея демократической федеративной республики Коре, с которой выступал еще Ким Ир Сен, она считалась главным основанием существования того режима, который вообще окопался на севере. А теперь Ким Чен Ин вообще заявил, что южные корейцы – это другой народ. Вообще вы не видите в этом какой-то иронии? Путин называет русских и украинцев одним народом, хотя они разные народы, а Ким Чен Ин называет корейцев юга и севера разными народами, хотя это один народ. То есть извращение, оно не имеет границ, понимаете? Ой, ну Виталий, слушай, с другой стороны, какой же они один народ? Потому что южные корейцы, слушайте, они даже выглядят по-другому, они здоровее, выше, они на протяжении многих... Евгений Алексеевич, мы будем реалистами. Если бы мы с вами питались так, как северные корейцы, мы бы тоже совершенно по-другому выглядели. Я вам должен сказать, что у меня был хороший друг, когда я учился в Московском университете. Кореец с севера, он учился в одном из московских вузов на филолога, и он был из очень хорошей, обеспеченной северокорейской семьи, мы с ним одного роста были. Понимаете? Я понимаю. Поэтому это все не отличие в национальности, это все отличие в питании. Послушайте, ну в конце концов, это же, если мы говорим о чисто этнической составляющей... Чисто этнической, да. Путин же отрицает этническое существование украинцев. Он же говорит, что их просто нету. Это просто русские. А Ким Чен Ын отказывает южным корейцам в этническом родстве с северной. Мы сейчас говорим не о политических нациях. Политические нации разные. Но народ-то один, он просто разделен. Послушайте, разделен путем оккупации и создания так называемой народной республики. Как украинский народ, кстати, разделен, потому что на части его территории Кремль создал народные республики. Это та же самая технология. Корейская народно-демократическая республика, Приднестровская молдавская республика, Донецкая народная республика, Луганская народная республика. Кстати, хотел бы вам напомнить еще об одной народной республике, которая тоже разделила нацию. Это Монгольская народная республика. Да, сейчас это суверенное государство, но она же была создана именно путем, так сказать, отторжения части бывшей территории Китайской империи и разделения монгол. Монгол, как вы знаете, в административном районе внутренняя Монголия, в КНР, живет больше, чем в МНР. Но это тоже яркий пример всех тех народных республик. Это технология разделения нации. Ну, понимаете, все-таки мне кажется, что нация меняется под влиянием многих обстоятельств. Даже язык может меняться в силу того, что существуют разные политические режимы. Смотрите, например, как изменился в Иране персидский язык за несколько десятилетий пребывания у власти вот этих вот мул и аятол. Раньше это был язык значительно менее арабизированный, чем сейчас, потому что благодаря вот этому исламскому режиму язык оказался засорен арабизмами, с которыми в свое время боролся основатель династии Пехлевири Риза-хан, Риза-шах. Он же в 30-е годы устроил грандиозную реформу языка. Была создана специальная языковая академия, которая создавала новые слова, опираясь на древние доисламские тексты. И огромное количество того вокабуляра реально вошло в нормальную бытовую лексику. Это, конечно, не эксперимент. Я вам больше скажу, если мы вернемся к Корее. В Корее сейчас за употребление неких слов, которые употребляют южные корейцы, например, в популярных сериалах, которые смотрят северные, ну, контрабандный, пойдем, конечно, смотрим, можно получить, к сожалению, тюремный срок. И люди действительно получают реальный тюремный срок за то, что они употребляют некие слова из популярных корейских сериалов. Я уже читал несколько феологических исследований на эту тему. Вот если слышат в публичном пространстве это, так сказать, выражение, человек получает тюремный срок. Потому что оказывается, что он это может узнать только из буржуазного сериала, который компрометирует чудесную семью Ким Ир Сена и наследников. Вопрос. А как вы думаете, возьмет Владимир Путин и, как Сталин в одну прекрасную ночь умрет в луже собственной мочи от неожиданного инсульта? Остановится ли война в Украине, как она восстановилась практически сразу в Корее? Я не могу с точностью сказать это, что это действительно так обязательно произойдет. Потому что тот режим, который мы видим сегодня в России, это режим Федеральной службы безопасности Российской Федерации. И все зависит от того, как будет сформирован институт наследования. Представьте себе, что наследником Путина станет человек не менее, так сказать, автодоксальной представлением о мире, чем сам Путин. Это может быть вполне реальным исходом ситуации. Как вы понимаете, я вполне это допускаю. Мы же с вами все время, и я это уже не раз, мне кажется, говорил, опираемся на опыт собственной, на опыт собственных родителей, который говорит о том, что если тиран умирает, происходит улучшение ситуации. Так было, например, со смертью Сталина. Кстати, так было во многом с уходом в мир иной старшего поколения советских руководителей, Брежнева, Андропова и Черненко. И приход к власти Хрущева, даже приход к власти Маленкова, и приход к власти Горбачева означал либерализацию ситуации. Но есть же другой опыт авторитаризма, например, опыт смерти Ленина, который, как мне кажется, не менее интересен, чем тот опыт, который мы знаем по 1953 году. Смерть Ленина вовсе не означала улучшение ситуации с большевистской диктатурой. Напротив, в сражении между сторонниками более либеральных подходов и менее либеральных подходов в конце концов выиграли самые радикальные, самые жуткие взгляды на будущее, как вы знаете. Выиграл Сталин. И новая экономическая политика Ленина была свернута, она была заменена лагерной экономикой, коллективизацией, индустриализацией, всем этим кошмаром. Нам сейчас кажется, что это абсолютно безальтернативный путь развития Советского Союза и что другого при большевиках и быть не могло, как этого кошмара. Но это же не так. Потому что была линия Ленина, который считал важным сочетание разных экономических укладов. Он говорил, что это не будет постоянно, но мы же знаем, так сказать, маневренность его мышления. Была линия, которую поддерживал Николай Бухарин, считавшись, что нужно опираться на стабильность сельскохозяйственного производства и что только стабильность сельскохозяйственного производства позволит создать социалистическую экономику. И были радикальные взгляды. То есть, по большому счету, взгляды Льва Троцкого, которые были превращены Иосифом Сталином в машину для уничтожения собственного населения. Потому что, конечно, революционные взгляды Троцкого могли не предусматривать массового уничтожения граждан. Но мы этого не знаем, опять-таки. Опираться на то, что Троцкий потом говорил о будущем, трудно. В любом случае, это не был безальтернативный путь. Поэтому, кто знает, кто придет после Путина? Человек, понимающий, что для сохранения режима необходимо более осторожная внешняя политика, по крайней мере. Или, напротив, еще больше монстр, который будет считать, что Путин был слишком осторожен в отношениях с внешним миром. Непонятно? Ну, понимаете, я, когда об этом размышляю, я всегда наталкиваюсь на одно препятствие в своих рассуждениях. Будет ли соблюдена процедура, предусмотренная, какой-никакой, на пеньках переписанной, но все-таки, Конституции, к которой Путин демонстрирует чрезвычайное уважение. Он легалист, он любит, что он мог переизбраться на сколько угодно сроков и на сколько угодно лет в каждом сроке без всякой этой Конституции. Он настолько сильно сумел консолидировать свою власть. Но вот, тем не менее, ему хочется, чтобы все было как написано в законе. И вот в законе написано, что если Кондратий прошит первое лицо государства, то на его место становится, в отличие от Украины, в Украине на место президента, который перестал исполнять свои обязанности по той или иной причине, приходит спикер Верховной Рады, а в России премьер-министр. И дальше... В Украине тоже была Конституция перед этим, которая предполагала приход к власти премьер-министра. Но это до 96-го года, я так понимаю. Мне кажется, до 2004-го. Мне кажется, что сама идея президентской республики предусматривала, что премьер-министр становится. Нет, я могу ошибаться. Может быть, до 96-го. В любом случае, сейчас вот так. Сейчас, если вдруг Зеленский уходит, то на его место становится спикер парламента. В России становится Мишустин. Если, конечно, силовики не выступят единым фронтом и не скажут, что... Нет, господа. Нет, товарищи дорогие. Ушел наш великий вождь. В стране в этой связи возникла чрезвычайная ситуация. И вот будем, будем по-другому. Как в чрезвычайной ситуации будем решать, кто станет у руля государства. Помните, что произошло в Ашкабаде после смерти Цапарма Аданиаза? Спикер Туркменского парламента, который должен был исполнять обязанности главы государства по Конституции, был отправлен в отставку и, кажется, задержан по обвинению в каких-то коррупционных преступлениях. А исполняющим обязанности президента стал тогдашний министр здравоохранения Горбанбалы Бердемухамедов, который продолжает быть главой Туркменского высшего заказательного органа, ну, его сын президент, по сей день. Так что бывают разные варианты, но я не понимаю, что мешает силовикам сделать Мишустина исполняющим обязанности президента и потом ему не баллотироваться на выборах, а баллотироваться на выборах какой-то другой фигуре, которая будет избрана этим кланом. Я вам хотел бы напомнить, что в России уже был президент, который был даже президентом и никаким президентом не был. Это был Дмитрий Медведев и который не мог решать самостоятельно, будет ли он баллотироваться на пост президента России или не будет. Хотя, очевидно, очень хотел бы задержаться на второй срок. Но ему сказали, товарищ Медведев, ваше место в Белом доме и он тогда покорно отправился. А потом сказали и не в Белом доме и он стал там работать заместитель председателя Совета Безопасности а сказали ему, чтобы он ушел на пенсию, он бы написал заявление об уходе на пенсию. Кто сказал, что Мишустин сделан из другого теста, чем Медведева, если он понимает объем той власти, которую сосредоточила в России Федеральная служба безопасности. Мне кажется, что он может точно так же поступить. Он станет исполняющим обязанности президента, объявит президентские выборы. А вот на эти выборы пойдет кандидат, поддержанный Единой Россией. И это может быть не Мишустин, а какой-то другой человек. Пойдет кандидат, поддержанный Единой Россией или пойдет кандидат, поддержанный Федеральной службой безопасности? Это одно и то же. Пойдет самовыдвиженец, которого поддержит Единая Россия. Вот так скажем. Путин же самовыдвиженец, насколько я помню. Да, кажется, да. Ну вот. Значит, будет следующий самовыдвиженец. А Единая Россия просто его поддержит, может быть, вместе с еще какой-нибудь партией. И вот такими будут выборы после ухода Путина в мир иной. Я не понимаю, зачем создавать какое-нибудь ГКЧП, когда у тебя и так все в руках. Ну, понимаете, есть разные группировки. Это реальная история. Есть более радикальные, есть более умеренные, есть прагматики, есть такие ястребы. И причем некоторые мои московские источники информации утверждают, как ни парадоксально, что как раз среди сотрудников спецслужб ФСБ, СВР и даже ГРУ гораздо больше, скажем так, умеренных радикалов, людей, которые скорее склонны прагматично оценивать дальнейшие пути или, скажем так, в прагматических терминах думать о дальнейших путях развития внутренней и внешней политики, чем некоторые, казалось бы, штатские люди в окружении Путина, которые при этом являются жесткими сторонниками во вида победного конца. Да, я согласен, я могу это подтвердить. Вот я тоже всегда имел контакты с источниками, которые мне говорили, что люди, так сказать, представляющие интересы службы внешней разведки Российской Федерации, старались удержать Путина от многих неосмотрительных шагов, скажем так, военно-милитаристского характера. И были такие же люди в составе Федеральной службы безопасности России. А вот фигуры типа Дмитрия Медведева всегда, еще до того, как он начал писать свои безумные твиты и вот все эти телеграм-посты, ну или ему начали, потому что это не имеет значения. Я уверен, что это выражает его точку зрения, именно потому что я всегда слышал от людей, которые представляли спецслужбы, что на Совете безопасности России именно силовикам, генералам всегда приходилось буквально оттаскивать Путина за уши от Медведева, который в эти уши ему, так сказать, пытался наплести целое вот такое вот радикальное сумасшествие. Медведев был ястребом еще до своего избрания президентом Российской Федерации. И зная это, я всегда удивлялся тому, что на него какие-то надежды как на либералы возлагались. Субтитры создавал DimaTorzok